Плановое уничтожение водоема в черте города. Сообщение с таким заголовком появилось во всех новостных группах в социальных сетях. Озеро Дикой Утки засыпают грунтом. Работы проходят ежедневно. Прокуратура вместе с органами контроля и представителями администрации города прибыла с проверкой на место. Наш геодезист нам ориентируется, чтобы показал точку, откуда в принципе должно начинаться озеро. Ну если оно там раньше было. А оно там раньше было? Мы как можем узнать? Озеро там было раньше? Мы точно не скажем. Мы не скажем точно. Это кто-то у города может познать. Геодезисты должны определить точные границы озера и установить, сбрасывают ли грунт прямо в него или рядом. Проблема и в том, что водоем, который существует в реальности, может отсутствовать в Росреестре. Подобное встречалось не раз. В настоящее время мы с органом контроля и с представителем администрации города выехали на место, указанное в обращении. Посмотрели и с участием специалистов Росреестра, отметили точки, где отсыпка грунтом примыкает к водному объекту. Если жалоба на сброс грунта в озеро будет повторной, то прокуратура возьмет дело под свой контроль. В том случае, если жалоба первичная, ее передадут в уполномоченные органы. Срок обработки собранных данных и вынесения заключения 7 дней. Никакой информации, что за работы проводится, нет. Очевидцы сообщают, что уже уничтожили заросли тростника. Сейчас под удар попали места гнездования чайк. Водоем стал домом для многих видов птиц, как обычных, так и редких видов. Кряквы, утки, озерные чайки – все они уже привычные обитатели озера. Там же гнездятся крачки, в том числе краснокнижная белощекая крачка отмечалась там на гнездовании. Ну и другие околоводные птицы. Из редких, например, это Малая Выпь. Там же встречается. И по краям на деревьях располагается колония краснокнижной птицы Ремес. В 2017 году на озеро прилетали белые лебеди. Еще здесь замечали редких для Рязани усатых синиц. Специалисты говорят, что потеря озера сильно скажется на жизни птиц. Они, конечно, смогут найти себе новый дом, вот только те редкие краснокнижные виды вряд ли встретятся в городе снова.